Пятых. Это грань попечительства, там больше не хватает. И попечительство для совершенства? Да, и есть высочайшие. Вот это последнее. Ну, грань попечительства, там есть 5 блоков. То есть 5 блоков, да? У кого сколько? Пожалуйста, у тебя сколько получается? Ну, у меня так же получается 5. Ну, в трех словах. Первый, ну, охарактеризовую первую. Ну, первая вот так. Пять из них, да. Я просто не ловил, ну, первый взрослый, а потом лидерство. Я вот не ловил переход от лидерства. Лидерство, а так что? Как основа. Как лидерство. Лидерство как общее представление, что если ты попечитель... Мы перечислили вот, может, пять условий в благоустроенной церкви, я понял. А потом вдруг не человек из службы, а службы для человека. И лидерство. А лидерство, то есть я перехода не вижу. То есть это переход попечительства, да? Да, я понимаю, что первый блок, пять условий. И мы разбираем попечительство. Ну, по любому, я говорю, попечители, это лидеры. И кроме характеристики служения попечительства, есть характеристика личности лидера самого. То есть кем я должен быть? Характер лидера. Характер лидера, скорее всего, да. То есть любой попечитель, он уже лидер. Да, если один человек у него попечения, он уже лидер для этого. Я так понимаю, что первый блок, пять условий, да? Это глобальная... Это пять больших тем последующих. Пять больших тем, из которых мы берем только первую. Да, да, да. Только первую, да. Чуть-чуть запутался, смотри дальше. Просто отдельно можно говорить по евангелизму, по поклонению, по служению и все. Это просто, как бы сказать, мы заходим с Google Map, берем большую такую, как сказать, ну, карту и потом чик-чик-чик. Ага. Ну вот пять условий, потом критерии лидера. Да. Или характер, да. Да, качество, отношение, в первую очередь видеть людей, да, не проекты. А характеризм, да, вот чуть-чуть, какие вот в каждом... Ну, хорошо, давайте сейчас сначала по логическим блокам, а потом уже внутри каждого блока, ну, чуть-чуть там найдем горячие точки. Хорошо, третий. Так, третий, тогда построение команды. И четвертый, это уже климат в команде и отношение. И последнее, последнее, это, получается, правило и иллюстрация божественного попечительства. И вот этим заканчивается вот, ну, идеальная, да, идеальная зарисовка. Что иногда, даже Павел говорит, что попечительство нужно для детей, для... Ну, а мы говорим, что жизнь такова, что в попечительстве нуждается иногда и даже самое, кто впереди идет. Мне кажется, это будет соединять общую часть. Хорошо. А вот эти у тебя, где построение команды, это где в Лиде? Построение команды, это... Какие там? Что там? Во-первых, отправная точка, это... Служение попечительства, это Божий призыв. В машину. То есть, когда ты точно понимаешь, ты этого хочешь, и Бог тебя призывает не просто так, потому что кто-то сказал. Если тебе сказали, результат, может, для галочки просто. И не будет вообще никакого. То есть, Владительство Духа и Святого? Хорошо. Пожалуйста, у кого еще какие логические моменты, пожалуйста? Я, кажется, по-другому назвала первое. Ну, давайте. Пять факторов попечительства, потом попечительство как лидерство, потом попечительство как ученичество. Две аспекты тогда. Ну, то есть, все попечительство как что-то. То есть, через призыв? Очень хорошее. Да. У нас получилась основа благоустроенной церкви или поиск сокровищ, хиты лидерство. Атмосфера защищенности. Что она дает? Правила или основа Божьего призыва и победы. Интересно. Хорошо. Пожалуйста, еще у кого? Ну, Вика, давай, у тебя что? Последний самый пункт такой. Боже, защити нас от скудаумья. Победа нести скудаумья. Победа нести скудаумья. Победа нести скудаумья. Ну, если все хотят. Первый – пять условий благоустроенной церкви. Второй – критерии лидерства. Третий – критерии попечительства. Там и попечительство больше было. И последний – правила и грани попечительства. Хорошо. Последний какой? Да. Правила и грани попечительства. Здесь уже зависит от того, насколько Вы, какое содержание этого названия. внутри имеете. Представляете, названия могут быть разные. Но самое главное – суть. Вот мне бы очень хотелось, чтобы мы сейчас взяли нерв каждого логического блока. Скажем, если первое – пять факторов растущей церкви, вот давайте по этому постараемся увидеть, что это за факторы, как они взаимодействуют и как они между собой взаимосвязаны. Давайте поглядите и, пожалуйста, сформулируйте смысл первого логического блока – пять факторов растущей церкви. Что это за факторы? Пожалуйста. Ну и прокомментируйте. Первое. 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 Чисто ученичество? Да. Да, да, да. А то ли. Ну, молодежь. Глянуй, юниор. Давай. Что ты там записал? Ну, пять факторов растущей. А когда ты вот так ручкой делаешь, это ты утверждаешь, да? Продано. Пять факторов растущей и благоустроенной церкви, то есть с чего начинается все это с уюта и комфорта. И это обеспечит попечительство. То есть чтобы в церкви был уют и комфорт, значит нужно попечительство. Церковь становится глубже и глубже через ученичество. И чтобы был духовный авторитет, то есть это значит должно быть ввелено время, особенно поклонение. Потому что через поклонение придет настоящий авторитет. И через, ну, еще один из важных факторов это служение. То есть каждый, кто находится в церкви, он должен служить другим. Он должен, ну, быть задействован в каком-то служении. Только в служении человек может взрослеть и совершенствоваться. Да. Он теоретически может много чего знать, но если он не служит, то эта теория, она его не сделает вот практически. Ну, и церковь может это евангелие. То есть все должны, то есть помимо того, что в церкви это растущая церковь, это естественно выходить за рамку церкви, выходить за границей. То есть забрасывать с этим. Он это подойдет в инком. Очень хорошо. Пожалуйста, кто еще этот блок может так своим языком? Ну, давай. Данис. С латышской точки зрения. Ну, естественно, для роста церкви… Ты чуть громче говори. Для роста церкви… Игорь, Никита, у тебя не слышится. Пять необходимых факторов для роста церкви. Естественно, каждый из нас, когда приходит в церковь, хочет чувствовать себя уютно и быть как в доме. То есть атмосфера первичная. Атмосфера – это приличная. И для получения атмосферы очень важное попечительство. Попечительство – это основа для того, чтобы человек изъявил желание остаться и остался в церкви. Это попечительство. Второе – ученичество. Только через ученичество, когда человек пришел и остался, он познает больше и углубляется в познание Бога. Потом идет прославление. Правильно, да? Прославление. Только поклонение. Только через поклонение в это время церковь углубляется в Бога. Церковь углубляется в Бога. Духовная вторичность. Да, духовная вторичность. Четвертое – это служение. Каждый член церкви должен себя осмыслить служу. Служить своему ближнему. Это примерно как если врач, который имеет знания, но не имеет практики. Какой толк такого врача, который имеет знания, но не имеет практики. И также, если мы имеем любовь и мы не служим близнему, это у нас пустая трата времени. И пятое – это евангализм, когда мы несём Слово Божие. Примерно. И рост церкви, да, конечно, это через наше евангелизм, через служение – это рост церкви. Которая, опять же, начинается с первого пункта, в который люди приходят опять в замкнутый круг. Первое, второе, третье, четвертое, пятый. Опять же, первое, второе, семью. Примерно. Хорошо. Вы обратили внимание, что когда мы говорим о служении поклонения, где-то вот как бы прославление… Нет, поклонение, не поклонение, а прославление. Ведь первая заповедь о прославлении ничего не говорит. Вот, она же не говорит, что Господу Богу… Господу Бога твоему поклоняйся и Ему одному служи. Откуда взялось служение прославления? Вообще прославление, когда даешь славу Богу, а вот… Чегаривает народ прославление. И вот лидер прославления. Даже вот, это же в терминологию христианскую вошло такое, как бы, понимание, что лидер прославления, прославление. Прославление есть, а поклонения нету. Это православие, правильно славится. Ага. Значит, первое, второе. Сейчас. А я хотел бы более-множко поговорить, как бы связь между этими людьми привести. Я для себя назвал это «Скелекция». Очень красиво я назвал это «Скелекция». Очень красиво я назвал это «Скелекция». Все попробовали делать и сказать «Скелекция». Здраво, это Америка. Благодарю. Ты еды ручки записывал? Почему это так? Потому что, на самом деле, попечительство, да, конечно, это прежде атмосфера. Но одной атмосферы мало, и мы приходим к учению. Да. И с одного, как бы я хотел бы сказать, это все перетекает в другое. То есть все хорошо, что начинается с атмосферы. Но потом это должно прийти к учению. Почему я именно… Атмосфера может вылетриться. Потому что нам всем хорошо, мы все хорошо пообщались, поговорили. Но каждый остался при своем мышлении. Каждый остался при своих жизненных ценностях. Каждый остался при своих каких-то мнениях внутренних. Да. Потому что люди никогда, часто при хорошей атмосфере, не показывают, что у них есть на самом деле внутри. Но когда мы сталкиваемся с учением, то тут оказывается, что один верит в это, второй верит в другое. Один того смотрит, другой там… Для этого это человек – авторитет. И хорошая атмосфера, она должна способствовать раскрытию для того, чтобы, как апостол Павел писал, чтобы между вами проявился, завязался диалог, начался диспут, и вы явились искуснейшие. То есть в чем искуснейшие? И вот искуснейшие… Ты по-латышски диспут говоришь или по-русски? Нет. Дискуссия. 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 Да не в том, чтобы… чтобы был разговор, не имею другое слово, а даже разговор. Потому что действительно в учении, когда мы говорим в учении, вот тут и начинаются все споры, вдруг все… Часто уже и атмосфера хорошая не помогает, потому что и атмосфера часто портится, когда начинается разговор в учении. Но если мы приходим к правильному учению, к истинному учению, то дальнейшее учение, оно перетекает в правильное поклонение Богу. Отсюда пункт. Какое откровение, такое и поклонение. Поклонение – это результат откровения. Кстати, вот это слово, которое все говорили, почему говорят прославление, это тоже как источник неправильного учения. Потому что люди раньше учили, что можешь Господа прославить. И для многих ассоциируется слово «прийти и прославить» – это «прийти в воскресенье прославить», а поклониться – это жить как поклонник. Это что-то другое. Да, всегда есть разница между прославителем, который просто отрабатывает пять песен на сцене, красиво станцевал, и поклонником, человеком, который живет, каждый день он поклоняется. Что такое поклонник? Это же совсем другое мышление, потому что человек должен жить свято, порядочно, чтобы атмосфера Божья приходила. То есть он уже должен жить с определенными ценностями в сердце. А это уже тоже как следствие правильного учения, потому что если поклонник правильно научен, он действительно становится поклонником. Как продолжение поклонения, что мы видим? Мы видим, что люди раскрываются в церкви в служении. То есть правильная уже духовная атмосфера, правильная уже вот эта духовная атмосфера, которая высвобождает через поклонение, именно вот эта уже атмосфера, не та первичная атмосфера, радушия, чая, кофе, высвобождает людей в служении, а именно атмосфера, которая приходит через поклонение, правильно, которое приносит присутствия Божьей в церковь, когда мы говорим, есть ли Дух Святой Церкви, есть ли Божья присутствия в церкви с первого порога, когда человек приходит, неверующий человек заходит в церковь, и он не видит, что на него, там может, кто-то набрасывается, или просто обнимает, он видит, что сама атмосфера в этом не подруга. И иногда даже бывают недостатки какого-то подпечительства, они сглаживают за счет того, что есть сама атмосфера, которая высвобождена через поклонение. И как следствие, и как следствие, что мы видим, когда мы говорим, мы должны евангелизировать. Нет такого понятия, мы должны евангелизировать. И на самом деле, евангелизм растекает из сердца поклонника, то есть это как мы можем сказать, надо любить людей, или надо любить свою жену, это глупость. Ну, у тебя нету, поэтому ты говоришь. Я просто досадил. Это тоже важно. Это тоже важно. Но на самом деле, не теряя мыслей, хочу, чтобы мы все вернулись к этой мысли. Если мы будем исходить с правильной атмосферой поклонения, то наш евангелизм, вот это слово, оно станет совсем другим. Мы просто будем свидетельствовать людям о кресте. Мы будем приводить людей к Богу. И как следствие, наша цель будет приводить людей к Богу. Естественно, они уже потом определятся из церкви. То есть, немного есть неправильное понимание евангелизма, что я должен. Ну, и поэтому люди иногда часто сами себя оценивают, или на нас смотрят, как на каких-то церквях. Ну, просто же Павел говорит, я должен. Да, ну, должен, но совсем другое слово, совсем другая атмосфера приходит после поклонения по отношению к евангелизму. То есть, скорее всего, вот в контексте того, что ты говоришь, скорее всего, неправильная фраза «ты должен», а правильная фраза «я должен». Ну, что, Павел про себя говорит «я должен», это мое решение, меня никто не заставляет. А когда ты кого-то составляешь, ты должен. Вот здесь уже. И вот акцент насчет качества лидерства, это тоже как раз все эти пять пунктов. Вот поэтому лидер и может сказать, что я должен, что я беру эту ответственность, потому что исходя из этих… Бог мне внушил. Да, Бог мне внушил. Он не просто мне опять сказали, мне опять надо промотивировать, меня, в конце концов, просто отругали, надисциплинировали, и я побежал, в конце концов, на эту улицу. Но когда человек, проходя вот эти все пять пунктов, преломляет, кто тебя зовут? Вау. Хорошая. Я была поминать, и не вынать. Мишу знаю. Мишу знаю. Айгор неизвестен. Так вообще, я хороший лидер. Какой там был? Великолепно, вот ты связал, мне нравится, что у тебя вот, ты логически, вот внутренне соединил все пять факторов. Единственное, я хотел бы просто, коммент такой, когда про поклонение речь идет, ты как бы противопоставил, что прославить или пять песен спели, а поклонение – это жить, и все такое. Здесь бы, здесь бы, здесь бы чуть углубить опыт даже и сказать, что даже музыканты на сцене, на той же сцене, с теми же песнями, они могут быть либо прославителями, либо поклонниками, но что на той же сцене они могут начинать быть людьми святилища и высвобождать вот эту медитативную, поклоняющуюся атмосферу, и они могли бы вот вынести. То есть не обязательно выходить поклонение на улицу, на улицу на евангелизм пойдем, а в поклонение лучше вот, ну, проанализировать разницу между прославителями и поклонниками, ну, не выходя со сцены, просто сказать, что есть вот такой опыт и есть вот такой. Да, и можно даже, вот, как бы добавлю в конце концов, что даже если в команде прославление появляется хотя бы один поклонник, он уже будет заряжать и ставить вот эту высокую планку, и людям будет навязывать вкус настоящего поклонения. Даже если кто-то из музыкантов, да, даже если кто-то из хороших музыкантов недавно там пришел к Богу, и он еще не понимает, он просто играет ноты, но вот тот поклонник, он как раз и будет прививать ему тот хороший вкус Божьего Иисуса и Божьего поклонения. И вот эта атмосфера, она будет на всех распространяться, хороший вирус. Но я бы хотел даже вот в конце концов, если заканчивается, связать очень сильное поклонение с евангелизмом, потому что мы на самом деле часто не видим этой связи, и как бы вот, даже слушав разговоры, мы как бы обрываем, как бы говорим, вот мы поклонились Богу, а теперь пойдемте. И как круто, как атмосфера изменилась все-таки, но на самом деле, если мы вкушаем вкус пополения, это естественно, то, что ты говоришь, Иисус, это естественно, не тяжелая ноша, что ты делишься со своим коллегой на работе, со своим одноклассником, это естественно происходит, не нужно делать какие-то ненормальные усилия, потому что мы все прекрасно понимаем, когда мы начинаем говорить о евангелизме, даже сейчас, вот вы говорите, как сразу меняется атмосфера, и люди как бы, как бы... И тишина. Опять! Это неприятная тема, опять надо доставать своих списочек, потому что у нас неправильное само понимание вот этого евангелизма, неправильное понимание самого вот этого, что я вот должен, вот это слово даже я должен. Павел это говорит с радостью, Павел это говорит с вдохновением, Павел это говорит с такой вот энергией, а мы говорим, я должен, потому что вот, будто кто-то нас накажет. Только вот когда я должен, так может быть и с радостью, а когда обычно говорят, ты должен. Поэтому Паса не говорила о литературе, вот это мы правим. Да ты должен, чтобы твой выбор собирать. Да ты говори! Я просто, не, я не хочу перебивать, как бы, но просто это все по-другому и очень коротко можно просто объяснить. Я просто попытаюсь. Потому что когда много слов, ты не понимаешь, какое из них самое главное. В данном случае, я понимаю, что ты говоришь, постел фишка в том, что, ну как бы, поклонение, это вообще связь с Богом. Это вообще не бывает. Часть, вот мы поклонились, а теперь отклонились и ушли куда-то, да? Это образ, это постоянно есть, и это все время должно быть. Без этого вообще ничего не бывает. И тот прославитель, который выходит на сцену, если он не поклонник, то есть он вообще тогда нерожденный свыше человека, он вообще там не будет делать ничего вообще. Что он там, ученичество? Ирис, куда умный. Да, ирис, куда умный. Ученичество, это не место, я бы сказал, где собираются и искусные выявляются. И это не то совершенно. Здесь я не соглашусь, потому что здесь ученичество, это человек пришел учиться. То есть он не будет, как бы, с учителем что-то спорить. Если он будет спорить, он... Он подчинен. Да, он подчинен. Здесь он должен основы, как бы, понять. А вот когда собрались уже, как бы, люди прошедшие, да, это курс молодого бойца, да, который уже, понимая, вот среди них должны выявиться искусные. Я говорил, что... Но это не ученичество, помил них учения. А если мы живи век учиться, тогда это, как бы... Тогда это сюда, ну, как бы, строительство церкви, тогда это, как бы, не этот. По-моему, у тебя тоже не получилось в двух словах. Мне кажется, нужно было по пустам. Да, все, ладно. Вот, получается. Я еще, я еще скажу. Все, что здесь написано, это все должно быть. Но меня смущает слово, что это все обеспечивает. Оно ничего не обеспечивает, к сожалению. То есть будет хорошая атмосфера. Она должна быть, она нужна, но она не обеспечивает, что прямо завтра все станут учениками. Это тоже надо учитывать. Ученичество, да, придет человек учиться, ему вдруг захочется. Он придет услышать, вот как ты сказал, что-то такое, что ему не хочется слышать, и должен, или еще что-то. И это не обеспечивает, что он завтра станет учеником, да, как бы. Поклонение, ну, понятно, связь с Богом, это опять... Большинство, кстати, учеников после библейской школы, большинство городу Хопске, потом из церкви пропадают люди, потому что они реально сталкиваются с тем, что, а вот теперь, как бы, назвался груздем, полезай в кузов. Теперь надо, как бы, соответствовать. А соответствовать, опа, надо напрягать. Я не увидел, почему вот после библейской школы многие люди ушли из церкви, потому что, если здесь мы смотрим, кто такой попечитель, это лидер, а качество лидера, это не проект, а люди, и когда сидели на библейской школе, и люди подходили и говорили, ну, кто ты будешь после библейской школы? Я говорю, не понял. Ну вот, я буду лидером таким, я буду лидером таким. Я говорю, ну, я, вообще-то, в библейскую школу пришел, чтобы больше узнать, что Бог открывает для меня, а не для того, чтобы получить погоны, и теперь идти и начинать что-то делать. И вот здесь, наверное, вы что-то так направил, нет, что они придут, получат погоны? Ну, я не знаю, а почему я из той же команды был, с которой пришли? Ну, как, это мешкое представление, потому что в мире, как бы, ты получаешь образование, чтобы получить погоны, поэтому, ну, как бы, если эта модель переносится в церковь, то так же самый человек реагирует. И поэтому, когда мы читаем, что служение ближнему, это, как бы, ну, лидер, это тот, который свои права ущемляет в угоду тому, что он, как бы, будет служить другим людям, то это уже как-то... Это они, тогда уже люди не понимают, говорят, это не лидер, это уже что-то другое, а лидер, когда все подчиняются мне. Вот, ну, если свои права обрисают для меня, а не наоборот. Вот теперь мы автоматически перешли на территорию следующего логического блока, критерий лидерства. Это же старое, когда лидеру все подчиняются. Существует зона ответственности, где каждый за свое отвечает. Нет, нет, не старое. Там мы как-то иероги. Нет, ну что, а эти старые люди. Если мы начинаем с того, что попечительство – это атмосфера, сначала душевная, потом духовная. То есть мы задаем вектор, все равно направление. И там не нужно поразить духовностью, огонь с небослами, чудеса. Все люди реагируют на истинность и на хорошее отношение, сердечность. После этого они, если мы говорим о ученичестве, переходят к следующей ступени. Кто я, куда я иду, и начинается ученичество. Кто, что, где я нахожусь, куда я иду. Потом духовный авторитет через поклонение. То есть когда я поклоняюсь, я узнаю у Бога, я получаю откровение. Само по себе поклонение – это жертва. И это стиль жизни. Когда человек получает откровение, тогда он входит в служение. Когда он входит в служение, он интегрируется в церковь. Это полноправный член церкви становится, когда он начинает служить. Он себя в первую очередь чувствует частью церкви, не просто когда он приходит и уходит. И когда он чувствует себя частью церкви, когда он интегрировался, он хочет показать другим людям, явить то, кем является церковь, кем является Бог. Это уже пиар, если брать по-мирски маркетинг, что угодно. Но на самом деле… Без бога, что он… На самом деле, когда тебе есть что показать… Вопрос можно? Можно? Кому? Вообще, вот ты сейчас говоришь, когда тебе вопрос. Потому что вот когда все это идет, опять как бы как систематически, мне хочется ну как бы уточнить, а сроки, вот сколько времени уйдет на все это, то, что ты сейчас говоришь? Не наше время знать. А, именно это говорит, что это вот как бы другого не обеспечивает. Это сколько времени человек должен въехать, чтобы вот все это, то, что ты сказал, пережить на своей шнуре, и дезинфицироваться, и понять это все. Подожди, а ждем с того, что если я не знаю, куда я иду, откуда узнаешь, что я пришел. То есть мы ставим пункт. Я бы этому с самого начала сказал, это все нужно, но это ничего не обеспечивает. Вот я это как раз и говорю. Здесь, я думаю, что… Это последовательность логической конструкции. Здесь мы просто говорим о правилах. Эти правила кто-то затягивает на годы, а у кого-то более способный. У него вот так получается. Здесь… Поэтому надо переходить сейчас к следующему логическому блоку, где говорится, что такое лидерство. Это не наука, а интуиция. Это не проекты, а люди. Это твой творческий поток. Давайте вот. Теперь следующий логический. Критерий, что такое лидерство как таковое. Вот. Может быть, оно более здесь жесткое принципиально, но кто как видит свое лидерство. Вот кто-то… Стив Джобсон говорит. Стив Джобсон, это жесточайший человек, который людей не все задал. Другой, мягкотелый, но он ничего не сделал. Сколько сделал… Лидерство, оно… Вот сколько характеров, категории людей, столько и типов лидерства. И не существует какого-то одного уникального. Возьми 10 пасторов. Они берут те же принципы, но, опять же, это настолько все индивидуально. Поэтому мы берем принципы. Сколько по времени? Никто не скажет, сколько по времени. Я сейчас вот как раз… Давайте сейчас. Вот мы как раз говорим о том, что… Да. Теперь критерии лидерства, пожалуйста. Да, да. Лидер – это положение служения, когда ты должен. Да. От заключения своих прав, честность, порядочность, основа лидерства, прозрачное служение, предоставляем себя в совести всякого человека. Правильно? Да. Где здесь стиль Джобса? Причем тут Джобс? Нет, ну, при том, что мы сейчас говорим, есть модель мирская, которые вот они там вот так вот руководят, всех держат в ежевых рукавицах, они лидеры. И здесь церковный вариант как бы, да, может ли церковь строиться теми же методами, которые используют. Вот я про это сейчас говорю. Вот, и тот лидер, и этот лидер. Есть диктор. Это как в том фильме сказали, Шурик, это как не наш метод. То есть, как бы, вот этот метод Джобса, он как бы здесь у нас... Извини, а есть ли перед этим словом лидер поставить попечитель? Да. Так же, не, ну как? Ну как, лидер же есть разные, а если вот иметь попечитель, не все лидеры могут быть попечителями? Я думаю. Давайте просто поделимся. Дефиниция слова лидер. Ну так, по-другому задам вопрос. Иисус кто, попечитель или лидер? Он кто. А, лидер как? А вы сейчас только что сказали, что это разные вещи. Сейчас делаем лидеры. Он попечителен по этой системе, он точно вернул. Он никого не слушал, он и потенивал. А вот. Он в эту схему общего. Ну подожди, но характеристика лидера это способность приобретать, а не терять. Хорошо, 79 год встали и глушили. Это способность приобретать. Иисус вначале все потерял. Нет. Все потерял. Он потерял все на последнем. Все не надо. Горобичу не слабость. Все не надо. Вот как им туда же что-то поделить. Он настолько принял слабость, что потерял все. Все не надо. Если молодого не стал себе из перца, и обвел силу, то ничего бы не было. Мы тут не сидели и не говорили. Он вначале стал самым слабым. Он сделал все неправильно. Он потерял всех учеников. Ему, когда он был в позиции сильной, только один руда бросил вызов. И хотя он все потерял. Что значит все потерял? Все потерял. Жизнь свою потерял. Все потерял. Но это посередине. Потому что сила моя говорила. Я отдал. Подожди. Жизнь, Жизнь, Жизнь. Секунду еще. Я отдал еще. Он посовывал воскрес. Секундочку. Опять же тут по-разному можно называть. Потерял или отдал. Но как бы не приобрел. Во всяком случае не приобрел. Словам предирательства. Вот это не было. Я говорю. Сейчас. И вот тут кроется секрет. Я считаю, что не попечиперскую роль. Подожди, подожди. До секрета еще не дошли чуть-чуть. Подожди. Он говорит, никого не погубил из тех, кого ты мне дам. Льна курящего не угасил. Трости надломлено не преломил. Ну да. Он там никого не ломал. Он всех убил, всех разогнал, всех потерял. Он был величайшим лидером всех времен. Он же говорит, из тех, кроме сына погибели. Никого не потерял. Иисус был величайшим лидером всех времен. Нет, нет, нет. Давайте не общими словами. Давайте я крею. Не было лидеров. Согласен. Абсолютно согласен. Сейчас речь не об этом. Вот смотри, ты говоришь, он никого не потерял. Сила в том, чтобы приобретать. Я еще раз говорю. Конкретный пример. 70 человек встают и уходят. Он потерял? Потерял. Вот видишь, потерял. Нет, не потерял. Это они потеряли. Это они потеряли. Нет, ну а подожди, а чем отличается вот любой другой лидер? От кого взяли, 70 человек ушли. Мы на него уже смотрим, как на человека, который потерял. Вот в чем дело. Вот постарайтесь меня услышать. Понимаете, все. Когда от Иисуса ушли 70 человек, мы знаем, что он ничего не потерял. Когда от нас уходят 70 человек, о, блин, что-то, брат, церковь у тебя. Нет, ну, не будешь. Да, а? Нет, ну, нет, не будешь. 70 человек ушло, это у вас поприят. 50 человек, потом поймут, что они потеряли. Друзья, Левон, чему ты учишь своих лидеров? Объясни, пожалуйста. Поделись опытом твоего попечить. Ну что, у тебя такая манера интересная. Критерий успеха это все растерять, да? Все растерять или что, я не понимаю. Нет, нет. Критерий успеха... В чем критерий успеха? Сейчас скажу. Сейчас, секундочку. То есть как относится успеш на церковь, ущерб на... Нет, вот видите, вы всегда отвечаете, исходя из своего опыта. А из какого еще опыта, говорите? Из Писания, ребята, я так считаю. Да, я отвечу до конца, да? Писание говорит, если пути человека угодны Господу, то он и... Да. То есть как бы не вопрос, какой ты там весь понравился ближнему. Вопрос, как ты угодил Богу или не угодил. Вот это то, что я учу своих людей. Угодить Богу в первую очередь. Служа людям. Если тебе есть возможность мириться, как там Павел говорит? Если возможно, с вашей стороны, будьте со всеми в мире. Но при этом, еще раз говорю, здесь нету такого перетягивания каната. Я лидер, вы все давай забыли. Павел говорит, чтобы успех ваш был очевиден. Успех в чем, скажи мне? Скажи, в чем очевиден успех? В чем очевиден? Вот я тебя спрашиваю, в чем очевиден? Ты меня спрашиваешь. Ты сейчас... Подожди, я и говорю. Есть определенная шкала, эталон, да? Вот это успешный человек. Это успешная фирма. Это успешная церковь. Это успешная... На каком этапе ты определяешь, он успешный или нет? Я только что привел пример. Ученики ушли от Иисуса. Это успешно. А другие пришли. А другие 500 пришли. 5 тысяч пришел в один день. Это не произошло на следующий день. Правда? Это не произошло на следующий день. Когда он уже на небо освещался, было 500 человек. Так что вы прижились. Нет, я не понимаю. Был сейчас семинар. Я хочу, чтобы вы повторили то, что вы слышали. Чего здесь дискуссию строить? Вот такой разговор аннулирует вообще все, что мы сейчас слышим. Если у тебя есть... Конечно, ни о чем. Мы сейчас говорим о практически всех вещах. О чем? Это я хочу понять, что такое успех. Рост церкви Ливон. Чтобы в городе была церковь влиятельная, чтобы спасались люди, исцелялись люди, и чтобы что было в первоапостольской церкви, было у нас все. 27 лет прошло. Мы сегодня говорим о том, что церковь должна насти. И мы здесь не просто как бы теорию гоняем, вот я вас развлекаю, я себя вооружаю этим. И мы должны что-то в мозгах поменять и перестать оправдывать маленькие церкви, маленькие цифры, свое вот такое ничтожно маленькое количество людей и говорить, это тоже успех. Это не успех. Нет, нет, я ни в коем случае не оправдываю маленькие цифры. Я просто хочу сказать, что это любой ценой не делается. Вот что я хочу сказать. Вы знаете, что я понимаю... Что маркетинг... Что маркетинг... Нет, я расскажу, чтобы было понятно, а то получается, что как бы непонятно, о чем я говорю. Нет, дело в том, что я понимаю одну такую вещь. Вот то, что запало, зацепило, как говорят в простонародье, это про то, что каждый человек желает быть как книга прочитанным либо услышанным. И про то, что церковь для человека, а не человек для церкви, так же как и государство. Все будет успешно, если люди будут чувствовать атмосферу защищенности. Когда человек защищен, вот, защищен и прочитан, это и есть победа церкви. И мне кажется, если мы научимся читать людей, то им будет больше. Будет все. Иисус, ведь он отвечал на нужные люди. Да, он отвечал на нужные людей. А он самарянку. Да, да. Куча, я привыкла. Куча, я привыкла. Куча, я привыкла. Я привыкла. Мне кажется, вообще лидерство надо разбирать, это как идея. Ну, смотрите, понимаете, брать вот Иисуса как идеального лидера, и на нем прямо мы берем положение служителя. Есть. Он сам конфисковал свои права. Есть. Он проявил кучу слабостей, чтобы приобрести, при этом терял. Есть. То есть, если мы берем лидерство, проходим, мы везде, Иисус везде подходит и проявил высший потенциал, а высший уровень. как пример, через лидерство, просто я хотел сказать, можно очень сильно выйти на христоцентризм. То есть, потому что лидер, это человек, который не ставит себя выше всех, объявляя какую-то позицию. Хотя он говорил я, сын божий, его хотели сразу скалы скинуть, но он, будучи прозрачным, будучи умолив себя, обвисковал все свои собственные права. Успех его был построен на чем? Еще раз. На полной самоотдаче. На любви. На любви. Ребята, на то, что он исполнял волю отца, вот так надо сказать. На любви это абстракция. Вот все, что он делал, он старался исполнить волю отца, угодить Богу, потому что сами даже из веры угодить Богу невозможно. Вера осуществляет чьи желания? Я не противопоставляю, это вы меня противопоставляете. Позвольте мне сказать, Вера, чье желание осуществляет? Ну скажите мне, пожалуйста. Божье. А мы чьи желания осуществляем? Свои. Нет. Да. Но вера есть осуществление ожидаем. Мы вот этими вопросами и пытаемся понять, что Бог хочет. Исполнить его ли Бога? И я пытаюсь это. Неужели вы думаете, что я пытаюсь что-то разрушить? Я вот удивляюсь, интересно мне тоже его стало. Ну подожди, Левон, просто я не понимаю действительно, если мы говорим, мы поставили цель, да, и к этой цели движемся, а потом, а кто сказал, что эта цель это вообще для всех? Я не про цель, я про метод, это же не одно. Хорошо. Я абсолютно помню, что... Если у нас разно понимание успеха, как мы можем прийти к успеху? Дело в том, что понимание успеха у нас одинаковые методы достижения успеха. Я так просто понимаю, что он пытается донести о процессе индивидуальности, что все происходит индивидуально, что не получается все, насколько запланировать. Да, именно, именно маркетинговый метод, я все вас пытаюсь это объяснить. Индивидуально, нужно индивидуально подход, создание атмосферы, отношение к человеку, и всегда получается так, как... То, что просто вы только что сами сказали, интуиция. Маркетинг это не интуиция, маркетинг это жесткие правила, сделали так, организовали, вышли, запланировали, пришли вот к такому результату запланированный успех. Вот как. Почему? Нет. Маркетинг имеется в виду стратегия, а их очень много видов маркетинга. Хилсон, можно сказать, Хилсон и вот эти мега-церкви, они супер-дупер стоят на один в один маркетинговой платформе и достигают 10-15, что плохого в этом? Я тоже не понимаю. Почему нельзя они сфотерию используются? Ну, машины. Ну, давайте теперь еще скажем, ну и что, что 10 тысяч, это тоже... Дело в том, что ученики, это те, кто последователи, а не просто масса, которая пришла в церковь и себя хорошо чувствует, за них здесь позаботится, они себя, как бы, ну... Львов, ну ты же не знаешь, что внутри человека. Вот это вот такая вот чья-то же самое, что сказать, что мне кажется, что он не покаялся, но тебе кажется, а вот он покаялся. Так я поэтому и говорю, чтобы вблизи узнать, что у него внутри. Я как раз об этом и говорю. Львов, мы тоже об этом говорили, но только... мы это на компотеке, на разных планах, и сейчас. Я тоже об этом говорю. Качество другое, как бы, когда количество есть, и ты не знаешь, кто с тобой рядом, чем он живет, то как бы, ну, качество церкви в чем, сила в чем? Сила церкви же не в количестве, да? Не в количестве, и в качестве. Двух тысячах. А если нет, так как была ли сила сегодня, я единственное понял, понял то, что ты ли вам хотел, наверное, я так понял, сказать, что качество лидера и критерии лидерства в мире и критерии лидерства в церкви, не все, они все разные. Да, именно это все. Не все законы очень. Не то, что они абсолютно разные, но не все. Абсолютно разные. Я думаю, что абсолютно разные. Можно говорить просто от мистей, чтобы не играть, потому что Иисус Христос никого на зарплате не держал, никому претензий не предъявлял, если человек уходил, уходил, все. И он никого не увольнял. Он Иуду не уволил за то, что он воровал из казны. Если у вас кто-нибудь в церкви будет воровать, вы его что-то... А у Иисуса церкви не было. Не, ну вот видите, как удобно, да? А что удобно? Все там... А нам, как все вести. Церковь была в деяниях апостолов. Не, ну хорошо. Ученик есть. Что с ним делать? Человек ворует рядом. Что с ним делать? Увольнять. Увольнять. Вразумлять. Иисус просто создал... И со замечания сдать, потому что... Не, ну я по этому говорю, это маркетинговый метод. Я как раз об этом... Кто создал маркетинг? Дьявол, что ли? Бог создал. Математику кто создал? Нет, нет, нет. Никого, что в мире, все, что в мире... Подождите, вы говорите о... Ливон. Мы должны вкладывать в разные понятия в слово маркетинг. Мне нравится слово маркетинг, давайте другое слово. Хорошо, последнее слово. Иисус пиаром тоже занимался, когда впереди посылал учеников и говорил там, приготовьте мне... Ливон, дай, пожалуйста, определение в слово маркетинг. Христианцы. Я сейчас не об этом. Я не знаю определение слова маркетинг, потому что... Ну что ты имеешь? Я не думал, почему ты не получил? Для меня маркетинг это то, что я вот вижу в жизни. Вот как строится бизнес. Так, все построено на выгоде. Подождите, мне задали вопрос, я хочу ответить. Если вам еще будет вопрос, я тоже отвечу. Если все построено на выгоде, на прибыли, на том, что, ну, как бы, успех, то есть это не критерий... Ну, подожди, ну, вот я говорю, мы разные... Ты знаешь, что ты куда? Это слово. Маркетинг я рассматриваю в общепринятом смысле. Искусство продавать. Ты продаешь свои идеи всегда. Мы ничего не продаем. Мы получили, даром отдавайте. Мы ничего не так вынимем. Давайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова